Как действует экономическая машина за 30 минут? Экономика действует как простой механизм, однако многие этого не понимают или не согласны с этим. И это привело к ненужным экономическим трудностям. Я чувствую себя обязанным поделиться своим простым, но очень практичным экономическим шаблоном. Хотя он и необычен, мне он помог предвидеть и уберечься от глобального финансового кризиса. Этот шаблон верно служит мне уже более 30 лет. Начнем. Экономика только кажется сложной. На деле это простой механизм. Он состоит из ряда простых частей и огромного числа повторяющихся сделок. Сделки бесконечны прежде всего потому, что такова человеческая природа. Они создают три главные силы, которые стимулируют экономику. Первая – рост производительности. Вторая – кратковременный кредитный цикл. И третья – долговременный кредитный цикл. Мы рассмотрим все эти три силы и наложим их друг на друга так, чтобы получить шаблон для понимания хода экономики и происходящего сегодня. Начнем с самой простой части экономики. Сделки. Экономика – это всего лишь сумма всех составляющих ее сделок, а сделка – это элементарно. Вы все время заключаете сделки. Приобретая любой товар, вы всякий раз заключаете сделку. Суть сделки в том, что покупатель отдает деньги или кредит продавцу в обмен на товары, услуги или финансовые активы. Кредит тратится так же, как и деньги, поэтому сумма денежных трат и потраченного кредита дает общее значение всех трат. Это значение и стимулирует экономику. Если разделить потраченную сумму на количество проданного, получится цена. И все. Это и есть сделка. Это краеугольный камень экономики. Все циклы и все силы экономической машины приводятся в движение с помощью сделок. Поэтому, понимая суть сделок, мы понимаем экономику вообще. Рынок состоит из всех продавцов и всех покупателей, заключающих сделки с одним товаром или услугой. Например, рынок пшеницы, рынок автомобилей, ценных бумаг и многих других товаров. Экономика состоит из всех сделок, заключаемых на всех рынках. Если сложить общие расходы с общим количеством проданного на всех рынках, вы получите все, что нужно знать для понимания экономики. Все очень просто. Люди, предприятия, банки и правительства. Все заключают сделки именно согласно описанному мной принципу, обменивая деньги и кредит на товары, услуги и финансовые активы. Крупнейший продавец и покупатель это правительство. Оно состоит из двух важных частей. Центрального правительства, собирающего налоги и тратящего деньги, и Центрального банка, который отличается от всех остальных продавцов и покупателей тем, что контролирует сумму денег и кредита в экономике. Делает он это с помощью влияния на процентные ставки и печати новых денег. По этим причинам, как мы увидим, Центральный банк является важным игроком для кредита. Обратите внимание на кредит. Кредит — это важнейшая и, наверное, наименее понятая часть экономики. Однако она самая важная, потому что эта часть самая большая и самая изменчивая. Вместе с продавцами и покупателями на рынок за сделками отправляются кредиторы и дебиторы. Кредиторы обычно хотят сделать из денег больше денег, а дебиторы обычно хотят купить то, что им в настоящий момент не по карману, например, дом или машину, или же они хотят вложиться в собственный бизнес. Кредит может помочь и кредиторам, и дебиторам получить желаемое. Дебиторы обещают выплатить основную сумму взятого кредита плюс проценты сверху. Когда процентные ставки высоки, денег одалживается меньше, потому что кредит дорог. Когда процентные ставки низкие, количество кредитов растет, так как брать взаймы становится дешевле. Когда дебитор обещает выплатить долг, а кредитор ему верит, создается кредит. Любые два лица могут создать кредит на пустом месте. Кажется, все это достаточно просто, но с кредитом, увы, это не так, потому что кредит может называться по-разному. Как только кредит создан, он сразу же превращается в долг. Долг является одновременно активом кредитора и обязательством дебитора. В будущем. Когда кредиты проценты по нему выплачены, активы и обязательства исчезают, а сделка считается завершенной. Отчего же так важен кредит? Потому что, когда дебитор получает кредит, он может увеличить свои расходы. Помните, расходы стимулируют экономику. Это так, потому что траты одного — это доходы другого. Только подумайте, каждый потраченный вами доллар — это чей-то заработок, а каждый заработанный вами доллар кто-то потратил. То есть, когда вы больше тратите, кто-то больше зарабатывает. Когда чьи-то доходы растут, кредиторы с большей охоты предоставляют кредит, потому что с доходами растет и кредитоспособность. У кредитоспособного заемщика две ценности — возможность погашения долга и залоговое имущество. Большой по отношению к долгу доход дает ему возможность погасить долг. В случае, если он не сможет погасить долг, у него есть ценные активы, которые можно продать в счет погашения долга. Благодаря этому кредиторы с большей охотой одалживают ему деньги. Так, рост доходов приводит к росту займов, что позволяет больше тратить. А поскольку трата одного — это доходы другого, это приводит к еще большему количеству займов и так далее. Этот самовозобновляющийся сценарий ведет к экономическому росту и является причиной циклов. Суть любой сделки в том, что чтобы что-то получить, надо что-то отдать. В итоге, то, сколько вы можете получить, зависит от того, сколько вы производите. Постепенно мы набираем опыт, и это общее знание повышает наш уровень жизни. Мы называем это ростом производительности. Самые изобретательные и трудолюбивые из нас повышают свою производительность и свой уровень жизни быстрее медлительных и ленивых. Однако, в краткосрочном периоде это не всегда так. Продуктивность имеет значение в основном в долгосрочном периоде, а кредит в краткосрочном. Это так, потому что рост производительности меняется незначительно и не вызывает экономических колебаний. Долг же, поскольку он позволяет нам потреблять больше, чем мы производим в момент его приобретения, заставляет нас потреблять меньше, чем мы производим во время его погашения. Долговые колебания происходят в два больших цикла. Первый длится 5-10 лет, а второй 75-100 лет. Хотя большинство из нас ощущают эти колебания на себе, их обычно не считают циклами, потому что они рассматриваются слишком крупным планом, то есть ежедневно или еженедельно. В этой главе мы рассмотрим эти три силы как бы с расстояния, чтобы увидеть, как они взаимодействуют между собой. Как уже говорилось, колебания возникают не по причине инноваций или производительности, а прежде всего из-за объемов кредита. Представим себе на секунду экономику без кредита. В такой экономике единственный способ больше тратить – это больше зарабатывать, что требует больше производительности и труда. Единственная возможность для роста – это больше производить. Поскольку мои расходы – это доходы другого, экономика растет всякий раз, когда растет моя или ваша производительность. Если мы доведем все сделки до конца, то получится последовательность, похожая на линию роста производительности. Однако кредит есть, а потому есть и циклы. Виной тому не законы и нормы, а человеческая природа и действия кредита. Представьте, что займы – это просто возможность больше потратить. Чтобы купить то, что не по карману, нужно потратить больше, чем зарабатываешь. Для этого нужно занять как бы у себя в будущем. Таким образом, вы в будущем определяете период времени, когда нужно будет тратить меньше, чем зарабатываешь, чтобы выплатить кредит. Уже очень похоже на цикл. То есть, занимая средства, вы всякий раз создаете цикл. Это верно как для отдельного человека, так и для экономики вообще. Поэтому понимание сути кредита столь важно, ведь именно он приводит в движение механический, предсказуемый алгоритм событий в будущем. Это отличает кредит от денег. Деньги – это средства урегулирования сделок. Когда вы покупаете пиво в баре и платите наличными, сделка урегулируется сразу. А вот если купить пиво в кредит, то это уже как бы открыть счет в баре, то есть пообещать заплатить потом. Таким образом, вы с барменом создали актив и обязательства, то есть вы только что создали кредит на пустом месте. Пока вы не заплатите по счету, актив и обязательства не исчезнут. Долг не будет погашен, а сделка урегулирована. На деле же то, что большинство людей называют деньгами, вообще-то кредит. Общая сумма кредита в США составляет около 50 триллионов долларов, а общая сумма денег всего 3 триллиона. Помните, в бескредитной экономике единственный способ потратить больше – это произвести больше. А в экономике с кредитом можно потратить больше, взяв займы. В результате в условиях кредитной экономики трат больше, а доходы в краткосрочном периоде растут быстрее производительности. Но для долгосрочного это не так. Но не поймите меня неправильно. Кредит – это не обязательно что-то плохое, из-за чего возникают циклы. Плохо, когда кредит финансирует чрезмерное потребление, а платить которое не под силу. Но хорошо, когда с помощью кредита эффективно распределяются ресурсы и возникает доход для погашения долга. Например, если вы покупаете в кредит большой телевизор, то это не создает дохода на погашение долга. А вот если вы берете в долг на покупку трактора и с этим трактором собираете больше урожая и заработаете больше денег, тогда вы можете погасить долг и повысить свой уровень жизни. В условиях кредитной экономики можно проследить ход заключения сделок и увидеть, как кредит создает рост. Позвольте привести пример. Допустим, вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год и у вас нет долгов. Ваша кредитоспособность составляет 10 тысяч долларов, допустим, на кредитной карте. То есть вы можете потратить 110 тысяч долларов, хотя зарабатываете всего 100. Поскольку ваши траты это чьи-то доходы, то кто-то зарабатывает 110 тысяч долларов. Тот, кто зарабатывает 110 тысяч долларов и не имеет долгов, может занять 11 тысяч долларов и потратить таким образом в 121 тысячу долларов. При доходе в 110 тысяч долларов. Его траты – это доходы третьего. Таким образом, отслеживая ход сделок, мы видим, как непрестанно действует этот процесс. Но помните, займы создают циклы. И если цикл набирает рост, то он когда-нибудь начнет падать. На этом переходим к краткосрочному кредитному циклу. С ростом экономической активности наблюдается подъем. Первая фаза краткосрочного кредитного цикла. Траты продолжают расти, а цены начинают повышаться. Это происходит за счет того, что траты подпитываются кредитом, который можно создать практически из ничего. Когда сумма трат и доходов растет быстрее, чем производство товаров, происходит повышение цен. Рост цен называется инфляцией. Центральному банку невыгодна большая инфляция, потому что из-за нее возникают проблемы. С ростом цен растут и процентные ставки. С ростом процентных ставок брать в долг могут позволить себе все меньше людей, и стоимость существующих долгов растет. Для наглядности представьте, что ежемесячные выплаты по вашей кредитной карте растут. Поскольку люди занимают все меньше, а выплаты по долгам становятся все выше, у них остается все меньше свободных денег, поэтому они тратят меньше. А раз уж траты одного – это доходы другого, то доходы падают и так далее. Когда люди меньше тратят, цены падают. Это называется дефляцией. Снижается экономическая активность и возникает рецессия. Если рецессия становится слишком тяжелой, а инфляция более не является проблемой, Центральный банк понижает процентные ставки, чтобы цикл снова стал набирать обороты. С низкими процентными ставками снижаются долговые выплаты, а займы и траты растут. И снова возникает подъем. Как вы видите, экономика действует как машина. В краткосрочном кредитном цикле траты ограничиваются лишь желанием кредиторов и дебиторов давать и получать кредит. Когда получить кредит легко, возникает экономический подъем. Когда получить кредит трудно, возникает рецессия. И заметьте, этот цикл контролируется преимущественно Центральным банком. Краткосрочный кредитный цикл обычно длится 5-8 лет и самовозобновляется в течение десятилетий. При этом заметьте, дно и пик каждого цикла заканчиваются на отметке большего роста, чем в предыдущем цикле при большем количестве долга. Почему? Так устроены люди. Им свойственно больше занимать и больше тратить вместо того, чтобы погашать долги. Мы так устроены. По этой причине в долгосрочном периоде долги растут быстрее доходов и создают долгосрочный кредитный цикл. Хотя долги у людей растут, кредиторы готовы сужать все больше. Почему? Потому что все думают, что все идет прекрасно. Люди видят только то, что у них перед глазами. А что у них перед глазами? Рост доходов. Рост стоимости активов. Бум на рынке ценных бумаг. Мы на пике. Выгодно покупать товары, услуги и финансовые активы на взятые в долг деньги. Когда люди занимают напропалую, это называется пузырь. То есть даже если долги растут, доходы растут так же быстро, чтобы компенсировать рост долгов. Давайте назовем это долговой нагрузкой. Пока доходы растут, долговая нагрузка посильна. В то же время стоимость активов взлетает вверх. Люди занимают огромные суммы денег на покупку активов в качестве инвестиций, что вызывает дальнейший рост цен на них. Людям кажется, что они богаты. То есть даже с большим долгом растущие доходы и стоимость активов помогает заемщикам оставаться кредитоспособными долгое время. Но так не может длиться вечно. И не будет. В течение десятилетий долговая нагрузка медленно растет, приводя к все более высоким выплатам по долгам. В какой-то момент времени долговые выплаты начинают расти быстрее, чем доходы, что заставляет людей сократить свои траты. А поскольку трата одного – это доходы другого, доходы начинают падать, отчего люди теряют кредитоспособность и занимают меньше. Долговые выплаты продолжают расти, отчего траты продолжают падать. И цикл меняет направление. Это пик долгосрочного долга. Долговая нагрузка просто стала непосильной. Так произошло в США, Европе и в большинстве других стран в 2008 году. По этой же причине произошли кризисы в Японии в 1989 году и в США в 1929 году. Экономика переходит на стадию делеверджа. При делеверидже люди тратят меньше, доходы падают, кредит исчезает, цена активов падает, банки оказываются на пределе, фондовый рынок обрушивается, растут социальные трения и все продолжает разворачиваться в обратном порядке. С падением доходов и ростом долговых выплат заемщики оказываются без средств. В отсутствии кредитоспособности кредиты прекращаются, а заемщикам больше негде взять денег на выплаты по долгам. Заемщики вынуждены распродавать свои активы. Спешно продаваемые активы наводняют рынок. Вот тогда-то и обрушивается фондовый рынок и рынок недвижимости, а банки оказываются в трудном положении. С падением цен на активы цена залогового имущества предлагаемого заемщиками также падает. Это снижает их кредитоспособность. Возникает ощущение обеднения. Кредит быстро исчезает. Меньше трат. Это меньше доходов. Это меньше благ. Это меньше кредита. Это меньше займов и так далее. Это порочный круг. Он похож на рецессию с той лишь разницей, что положение не спасти снижением процентных ставок. В случае рецессии снижение процентных ставок стимулирует займы. А в делеверидже это не действует, потому что процентные ставки уже и так близки к нулю. Поэтому стимуляция заканчивается. Процентные ставки в США были равны нулю в период делевериджа 30-х годов и в 2008 году. Разница между рецессией и делевериджем заключается в том, что при делеверидже долговая нагрузка заемщика просто стала непосильной, и ее не ослабить понижением процентных ставок. Кредиторы понимают, что долги выросли настолько, что вряд ли когда-нибудь будут полностью погашены. Заемщики не могут погасить долг, а их залоговое имущество потеряло цену. Долговая ситуация так давит на них, что им и не хочется брать еще. Кредиторы прекращают давать взаймы, а заемщики брать взаймы. Экономика как бы потеряла кредитоспособность. Ну прямо как отдельный человек. Так что же делать с делевериджем? Проблема в том, что долговая нагрузка слишком высока и ее надо понизить. Это можно сделать четырьмя способами. Первый. Сокращение трат. Второй. Сокращение долга с помощью дефолтов и реструктуризации. Третий. Перераспределение благ от имущих к неимущим. И наконец четвертый. Печать новых денег центральным банкам. С современной историей знакомы все эти четыре способа. Сначала сокращаются траты. Как мы только что видели, люди, предприятия и даже правительство затягивают пояса потуже и сокращают траты, чтобы погасить свои долги. Это часто называется режимом строгой экономии. Когда заемщики прекращают брать в долг и начинают погашать старые долги, кажется, что долговая нагрузка должна снизиться. А на самом деле происходит обратное. Поскольку сокращаются расходы, а расходы одного – это доходы другого, доходы падают. Они падают быстрее, чем погашаются долги. И ситуация с долговой нагрузкой обычно ухудшается. Как мы видели, сокращение трат – это болезненный дефляционный процесс. Предприятия вынуждены сокращать расходы, что означает меньше рабочих мест и рост безработицы. Отсюда второй шаг. Надо сократить долг. Многие заемщики оказываются не в состоянии погасить свои долги, а долги заемщика – это активы кредитора. Когда заемщики не выплачивают свои долги банкам, люди начинают бояться, что банки не вернут им деньги, и они в панике бегут закрывать свои счета. Банки оказываются в безденежье, а люди, предприятия и банки объявляют дефолт. Это жесткое сокращение экономики называется депрессией. Немалую часть депрессии составляет осознание того, что богатства, которые, как люди думали, у них есть, на самом деле никогда не существовали. Вернемся в бар. Когда вы купили пиво и попросили записать его на ваш счет, вы пообещали бармену, что заплатите позже. Ваше обещание стало активом бармена. А если вы нарушите обещание и не заплатите ему и вообще откажетесь платить, тогда этот актив ничего не стоит. Он попросту исчез. Кредиторы не хотят, чтобы их активы исчезали и соглашаются на реструктуризацию долга. Реструктуризация долга означает, что кредиторам будет выплачено меньше или в течение более длительного периода времени или по более низкой процентной ставке, чем было оговорено изначально. То есть нарушаются условия контракта с тем, чтобы сократить долг. Кредиторы предпочитают получить хоть что-то, чем ничего. Хотя долг и исчезает, реструктуризация долга вызывает ускорение падения доходов и стоимости активов, поэтому долговая нагрузка продолжает ухудшаться. Как и сокращение расходов, сокращение долга – это болезненный и дефляционный процесс. Все это влияет на центральное правительство, потому что более низкие доходы и падение уровня занятости означает, что государство получает меньше налогов. В то же самое время ему требуется увеличить свои расходы в связи с ростом безработицы. У многих безработных не оказывается сбережений, и им требуется помощь правительства. Помимо этого, правительство создает программу стимулирование экономики и увеличивает расходы, чтобы компенсировать падение экономики. Бюджетный дефицит правительства при делеверидже достигает накала, потому что правительство тратит больше денег, чем получает от налогоплательщиков. Тогда-то в новостях и говорят о бюджетном дефиците. Чтобы бороться с дефицитом, правительству нужно либо поднять налоги, либо взять в долг. Но где взять деньги, если доходы падают, а безработица растет? У богатых. Поскольку правительству нужно больше денег, и поскольку большинство всех благ сосредоточено в руках небольшого количества людей, правительство, естественно, поднимает налог на роскошь, что способствует перераспределению благ в экономике от имущих к неимущим. Неимущие, оказавшись в трудном положении, начинают ненавидеть богатых и имущих. Богатые и имущие, зажатые в условия слабой экономики, падение цен активов, и высоких налогов, начинают ненавидеть неимущих. Если депрессия не заканчивается, возникают социальные беспорядки. Это может произойти не только внутри одной страны, но даже между странами, особенно если одна из них должник, а другая кредитор. Такая ситуация может привести к экстремальным политическим изменениям. Именно из-за этого в 1930-х годах у власти оказался Гитлер. В Европе развязалась война, а в США случилась депрессия. Растет необходимость срочно что-то сделать, чтобы прекратить депрессию. Помните, то, что большинство людей считало деньгами, на самом деле было кредитом. Поэтому, когда кредит исчезает, у людей не оказывается денег. Людям нужны деньги, а кто может их напечатать? Центральный банк. Понизив процентные ставки до нуля, он вынужден печатать деньги. В отличие от снижения трат и сокращения долга и перераспределения благ, печать денег – это процесс инфляционный и стимулирующий. Печать новых денег, денег из ничего, неизбежна. И идут эти деньги на покупку финансовых активов и правительственных облигаций. Так произошло в США во время Великой депрессии. Затем снова в 2008 году, когда Центральный банк США, Федеральный резерв, напечатал более 2 триллионов долларов. Много денег напечатали и Центральные банки других стран. Покупая финансовые активы на эти деньги, цены на них растут, а люди набирают кредитоспособность. Тем не менее, это помогает только тем, у кого финансовые активы есть. Потому что Центробанк на напечатанные деньги может купить только финансовые активы. А Центральное правительство может покупать товары и услуги и давать деньги людям. Однако оно не имеет права их печатать. Поэтому, чтобы стимулировать экономику, требуется взаимодействие Центрального банка и правительства. Покупая правительственные облигации, Центральный банк, по сути, одалживает деньги правительству, позволяя ему управлять дефицитом и повышать расходы на товары и услуги с помощью программ стимулирования и пособий по безработице. Таким образом, растут доходы населения, а также правительственный долг. Тем не менее, общая долговая нагрузка в экономике снижается. Здесь много рисков. Должностным лицам требуется балансировать все четыре способа, чтобы сократить долговую нагрузку. Дефляционные способы необходимы как противовес инфляционным способам, чтобы удерживать стабильность. При правильном балансе может произойти красивый делеверидж. Видите ли, делеверидж может быть красивым или некрасивым. Что значит «красивый делеверидж»? Хотя делеверидж означает трудную ситуацию, умение выйти из нее наилучшим способом – это красиво. Гораздо красивее, чем подпитываемые долгом несбалансированные издержки на этапе левериджа. При красивом делеверидже долги снижаются по отношению к доходу, реальный экономический рост положителен, а инфляция не является проблемой. Этого можно достигнуть с помощью правильного баланса. Правильный баланс является некой комбинацией и сокращение расходов, понижение долга, перераспределение благ и печатание денег для поддержания экономической и социальной стабильности. Часто спрашивают, приведет ли печать денег к росту инфляции. Нет, если печатание денег направлено на компенсацию падения уровня кредитования. Помните, главное – это расходы. Потраченный доллар, уплаченный в виде денег, дает тот же эффект, что и потраченный доллар, уплаченный в виде кредита. Печатая деньги, Центральный банк может компенсировать исчезновение кредита с помощью повышения количества доступных денег. Для того, чтобы изменить направление развития экономики, Центральному банку нужно не только подпитывать рост доходов, но и обеспечить рост уровня доходов, превышающий процентные ставки по накопленному долгу. Что это значит? Это значит, что доходы должны расти быстрее долга. Например, допустим, что некая страна находится в процессе делевериджа с долговой нагрузкой в 100%. Это означает, что сумма ее долга равна сумме совокупного дохода страны в год. Теперь, допустим, что процентная ставка по этому долгу равна, скажем, 2%. Если долг растет на 2%, согласно процентной ставке, а доход растет только на 1%, снизить долговую нагрузку не удастся никогда. Нужно напечатать столько денег, чтобы уровень роста дохода превышал процентную ставку по долгу. Тем не менее, печатание им денег легко злоупотребить, потому что это так просто, и люди предпочитают станок остальным альтернативам. Главное – это не напечатать слишком много денег и не спровоцировать неприемлемо высокую инфляцию, как это произошло в Германии во время делевериджа 20-х годов. Если должностные лица в состоянии обеспечить нужный баланс, делеверидж не так страшен. Рост происходит не быстро, но долговая нагрузка снижается. Это красивый делеверидж. Когда доходы начинают расти, заемщики становятся более кредитоспособными. С повышением кредитоспособности растет желание кредиторов давать взаймы. Долговая нагрузка, наконец, снижается, а занимая больше денег, люди могут больше тратить. Со временем экономика снова начинает расти, ведя к рефляционной фазе долгосрочного кредитного цикла. Хотя процесс делевериджа может быть ужасен, если неправильно к нему подойти, в случае принятия правильных решений проблемы со временем разрешатся. Около 10 лет уходит на то, чтобы долговая нагрузка снизилась, а экономическая активность вернулась в норму. Отсюда и термин «потерянное десятилетие». Конечно, экономика на практике более сложна, чем на данном шаблоне. Тем не менее, накладывая краткосрочный кредитный цикл на долгосрочный, а затем накладывая оба эти цикла на линию роста производительности, можно получить хорошее представление о том, как складывалась экономическая ситуация ранее, какова она теперь и как она, скорее всего, сложится в дальнейшем. Поэтому в заключение приведу три основных правила. Первое. Не позволять долгу расти быстрее доходов. Потому что долговая нагрузка со временем погубит вас. Второе. Не позволять доходам расти быстрее производительности, потому что со временем вы станете неконкурентно способным. И третье. Делать все возможное, чтобы поднять производительность, потому что в долгосрочной перспективе это самое главное. Это простые советы вам и ответственным лицам. Вы будете удивлены, но большинство людей, включая официальных должностных лиц, не уделяют этому достаточного внимания. Этот шаблон верно служит мне и, надеюсь, будет полезен вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»